Мы с Пум-Пумочем вас приветствуем, мои родные и любимые. Желаем вам радости и веселья, и счастья, и добра. Конечно, самое жало в плоть служителя слова, проповедника, это лжебратья, которые всегда будут его преследовать. Это поругание Христово, когда будет на тебя клеветать, злословить, поносить. Публично, обличать, как они это называют иногда. Это, конечно, такой бич-бич проповедник любого христианина. Естественно, если человек проповедует в жизни, сейчас многие в интернете проповедуют, учат, общаются. Все это открыто, конечно. И вот это, да, это сердце апостола. Я вам, Павел, когда открывал во втором, в Каринфином, помните, вот мне тогда тоже очень все это открылось. Ну, Писание познает спасение, житие, да. Начинаешь жить по Евангелии, все начинаешь познавать. Помощь тут всегда, всегда со мной проповедует, да? Да, сынок, посмотри на камеру. Вот, и, конечно, если никто ж не знает, да, что там пишут проповеднику, блогеру, в комментариях, там, в личку, в жизни, может быть, да. Вот, ну, у нас у всех, конечно, может быть какое-то поношение от родственников, непонимания, злословия, от друзей, там, знакомых, на работе. Но, я говорю, чем ты становишься известней, вот, медийней, как это, есть такое слово, тем, конечно же, все это будет возрастать в той же самой прогрессии. Вот, и я тоже вот как-то думал об этом, но у меня три канала, вы знаете, да, то есть я их разделил, есть беседы, и то, когда-то начинался с того, что, типа, беседовали, где-то перепалки, где-то в духе в одном, да, ну, потихоньку я свел к тому, что мне больше нравится, конечно же, вы знаете, я обожаю Евангелие, Новый Завет, и даже если это наша беседа, все-таки мы должны, не в нашей беседе должны слова евангельские проскакивать, а наши слова должны среди строк Нового Завета проскакивать, да, поэтому даже то же самое беседы я потихоньку канал стараюсь перевести, если есть желающие, то это читать Писание, вот, а там между строк можно и пообщаться, в конце можно что-то там высказать, что на сердце или мысли какие-то, ну, или во время чтения, мне такой формат нравится, ну, конечно, может быть разный, пожалуйста, я всегда открыта для дебатов и для спорий, споров, распорий, ну, и, в принципе, можно и просто без Писания, конечно, что-то порассуждать, пообщаться, если на пользу Церкви, то, конечно, почему нет, вот, потом вот я разделил Христолюб, там вообще чисто Писание, да, я сегодня уже практически, поздравьте меня, порадуйтесь со мной, я закончил практически Луку, осталась последняя 24 глава, ее уже нечего делить, там целиком о воскресенье, то есть один ролик остался, ну, скорее всего, на часик, и все, за полгода, с октября месяца я записал целиком Новый Завет, и меня поражают люди, которые вообще никогда не читали, еще называются христианами, посмотрите на мои проповеди, по два, по три часа есть, сколько я готовился, и то за полгода, получается, как будто прочитал, хотя я говорю, это же не просто чтение, это именно проповеди, и то за полгода записал весь Новый Завет от первой буквы, от первого стиха Евангелия, от Марка, я считаю, что оно должно всегда первое читаться, изучаться человеком, и заканчивать последними стихами книги Откровения, вот, так что меня поражают люди, которые никогда в жизни Нового Завета, общаешься, 20 лет христианка, спрашиваешь, книгу деяния читала, неа, 20 лет христианка, 10 лет, 5 лет, а это послание читала, неа, а Евангелие читала, ну, так, смех, да и только, ну, я уж привык, уже смирился с этим давно, вот, так что порадуйтесь со мной, я записал, кому интересно читать, все разбил по плейлистам, кто знает, на канале можно видеоролики распределять по плейлистам, а плейлисты, в свою очередь, на первой странице канала ютубовского, можно еще делать разделы, такие горизонтальные, ну, их можно по вертикали располагать, и, то есть, я сделал раздел, там, Ветхий Завет, Новый, ну, и просто по темам, да, вот, пожалуйста, Новый Завет весь целиком, там можно кликнуть на раздел, у нее тоже есть ссылка, можно с кем-то поделиться, в котором уже еще все плейлисты, как прям в книжке, по списочку, и в каждом плейлисте, естественно, это писание Нового Завета, Евангелие, книга деяний, все послания, книга откровений, всем рекомендую, сколько кто со мной вместе прочитал от первой до последней буквы, мне свидетельствовали, что, как я и говорил, не то, что прежними не остались, кардинально изменились, вот, получили много откровений, познания, вот, я уверяю, что никто не останется, естественно, прежним, прочитав его, прослушав, я думаю, что всегда можно найти время, вот, и, если, конечно, знаю, и лайф, да, вот, на лайф я выкладываю, ну, все подряд, понятно, что-то связанное с жизнью, вот, вообще, бытовуху, я показываю, как я живу, вот, я хочу, чтобы все это знали, какие-то мысли, свободные проповеди, я тоже, знаете, в прошлом году я много вот таких, многородных записал, но все-таки, ну, вот, вопросы на ответы я сделал, эта рубрика мне очень понравилась, эти комментарии теперь всякие лживые и клеветнические я буду публично зачитывать, без авторства, два, если тот человек слушает, ну, вот, пусть слушает, пусть там в трансляции что-то пишет, вот, я хотя бы другим покажу, кто такие христиане, и что они вообще пишут и говорят, это жуть, конечно, вот, ну, и есть полезный, а есть порой, вы знаете, я зачитываю и пробовать говорить не надо, все правильно пишут, вот, все и правильно, и мудро, и красиво, вот, буду вести эту рубрику, конечно же, вопросы, потому что я писать не люблю, кто знает, кто меня там, я редко отвечаю на комментарии, редко отвечаю даже на сообщения, бывает, где-то в соцсетях, когда меня что-то текстово спрашивает, я, у меня нет таланта писать, я не люблю, хоть я там статьи пытаюсь, я себя переламываю, там, вообще, еле-еле выдавливаю, и то никакого желания у меня нет, я там, так, пытаюсь что-то формат какой-то вести, на этом Яндекс.Зене, по сути, я просто хочу трафик, чтобы с Яндекса шел на канал, вот, и все, сами статьи мне не интересуют, я не умею писать, я говорю, не то, что не умею, мне не хватает терпения, усидчивости, сидеть над предложением, корпеть, вон, тысячу слов наговорил, и там все, в общем, понятна, общая мысль, а там надо писать, там надо несколько раз черновик, переписываешь, компонуешь, кто писал что-то, тот знает, что это такое, ну, либо надо, я говорю, нереальным талантом просто обладать, когда у тебя с первого раза шедевр выходит, у меня не выходит, мне там надо что-то пытаться, как-то, мысли свои, у меня мысли очень быстро бегут, а если я начинаю их тормозить, и пока это записываю, все, мне надо вспоминать, что у меня пробежало уже, я не умею так, у каждого свой талант, это действительно так, вот живой пример, и у меня нет даже желания ни ревновать, ни развивать какой-нибудь там писательский талант, не мое, я чувствую, вот, а разговорный жанр, это, конечно, от Бога у меня было от начала жизни моей, вот, если я его когда-то употреблял на зло, там, в разных сферах деятельности, то теперь стараюсь все употреблять для славы Иисуса, на пользу ближним, на радость и счастье, вот, и вот эти проповеди, хоть я их и говорю, честно, иногда не очень я их люблю, я не очень люблю монтировать видео, хотя, вы знаете, стараюсь все равно какой-то картиночкой, там, текстом добавить, почему я вот хочу прям сразу с ноутбука читать, мне нравится такой формат, мне он удобнее, я не схожу с ума, поэтому я и говорил, чтобы меня тоже пощадили, вот, мне удобен такой формат, я там научился кое-что делать, в этих программах определенных работать, мне очень близок этот формат, чтобы потом себя не переслушать, все это не монтировать, не искать, что-то подготовился чуть-чуть, мне это проще по текстам, там все в этой программе можно сценки создать, и быстренько все это делать, плюс у тебя все под рукой, ты можешь любой текст практически дословно прочитать, из разных мест, мне такой нравится, я очень люблю вот эти вещи, потому что у меня тоже нет гениальной памяти, я иногда хочу вот привести прям вот-вот-вот, что это мои слова, может быть они лживые, вот именно, может я коверку интерпретирую, а то я зачитал, вы знаете, как я это люблю, большим куском даже, и все, и никаких сомнений, все тут написано, и именно так написано, как написано, а не как я это придумал, изворотил или еще что-то, вот, и поэтому, конечно, я буду что-то говорить, вот сейчас вообще к чему вот это отнести, да ни к чему, я просто говорю, так хотел бы поделиться мыслями, это даже не проповедь, это просто мои планы, размышления, моя жизнь, мои будни, вот, и, конечно же, я понял, что если скатываться, знаете, делать формат до того, что вот тебе написали, я уж об этих верующих бесах, вы помните, 4 ролика практически записал, потому что что толку веровать-то, ну что толку, ты веришь в осиновый пень, что мне-то от тебя, вот если ты любишь меня и других, да, вот это в жизни толк, и тебе, и другим, вот, и все равно мне опять там в комментариях всякую лабуду пишут, я думал, опять ролик, потом думаешь, да ты то же самое скажешь, я уж только сказал, я почти 4 ролика выложил, вы помните, верующие бесы, закваска, что царство небесное, что там, потом протестантизм и православие-протестантизм, я считаю, достаточно, на месяцочек-другой хватит, вот, если каждый раз реагировать, причем комментарии, что на них реагировать, я говорю, тем более есть формат ответа на вопросы, вот там и оторвусь, все, что надо, выскажу, вот, кто хочет, пусть смотрит, пусть, они у меня тоже большие, скорее всего, будет получаться, ой, вопросов набегает тоже, казалось бы, мне там чуть-чуть пишут, но вы видите, набегают, многие хочется зачитать, не хочется упускать, или вопросы, или вот прям свои мысли люди хорошие высказывают, братья-сестры, вот, и что-то у меня вод прилипать стал никогда, у меня не было этим, это заразным словом вроде, и, конечно, вот я хочу именно формат чтения, да, поэтому я обязательно буду читать Псалтырь сейчас начинать, Ветхий Завет, в любом случае, ты когда читаешь, вот я Новый Завет записывал, что-то тебя скребет, что-то тебя там поносили, какая-то мысль, что-то произошло в моей жизни, с каким-то блогером я поговорил там, да, или еще что-то, это отражается, моя личная жизнь все равно отражается в проповедях, безусловно, даже я читаю Новый Завет, я же обращаю внимание на то, что меня самого волнует, вот, или причем я, вы знаете, я большими кусками достаточно читаю, и там можно на многих местах остановиться на тонкостях, и все это разобрать, и понять, что вот тут вот в эту коробочку сложить, относиться к этой теме, потому что разную притчу, из нее разный Господь тайно открыл, и всеобщего покаяния, может быть, и любви, и суда, вот, и поэтому я, какой формат, я вам уже говорил, хочется просто еще раз рассказать, вот я Псалтырь буду читать, вот, навряд ли их как-то делить буду, хотя есть, по-моему, большие псалмы, ну, посмотрим, ну, маленькие точно буду, какие-то средние целиком, чтобы ничего там не разбивать, ну, может быть, если там есть супер, я знаю, большие псалмы, помните там, я уж цифры не помню, я сам-то давненько уж перечитывал тоже, вот, может быть, буду делиться, но это не суть, важно, а потом, вот, Ветхий Завет будем по порядочку, прям с первой книги, и тут же я все равно буду Новый Завет читать, все, мы закончили, и я начинаю второй круг, Смарка, там я, кстати, тоже, я первый раз зачитывал, были огрехи какие-то, я понимал, что вот лучше бы вот так было, уже второй круг пойдет, я сам уча учусь в любом случае, и плюс одно дело, самому понимать, другое дело до других донести, и теперь мы начнем с Марка, теперь не будет никаких кругов Фитбоначи, больших кусков, я буду свободно, как я говорил, читать, не прям по стихам, потому что, если, вы знаете, у меня все в тексте, все речи Иисуса всегда выделены, выделены, там вы видели, как я это разобрал, писание, сделал свои тексты, чтобы было удобно, понятно, и какой смысл выдирать стих, если речь Иисуса еще будет 20 стихов продолжаться, если вся глава красная, красный, ну, у меня там оранжевый текст, это же глупость, хотя бы как минимум ее надо действительно прочитать, вот, и такие вещи, конечно, я совсем рвать не буду, но я буду уже, вот, по полностью, знаете, идти, и пока я эту тему не раскрою, что я вот понимаю действительно во всем этом куске, во всем этой тексте мысли, и все темы, какие туда можно вложить, и лучше параллельными местами все дополнить, и все, и вот так я буду, то есть, кто хочет, и кто уже, я говорю, смотрел первый круг, тот уже эти круги Фитбоначи еще и будут по кругу, мы лучше теперь уже пошлифуем, да, мы все-таки выросли, надо теперь пошлифовать, посмаковать именно мелкие кусочки, вот, круг Фитбоначи я просто и всем понятно говорю, верь, надейся и люби, сам апостол сказал, и вы помните, я там и картинки разные пытался, изображением показывал, все, вера, отслышание, благовестия, любви, вечности, свободе и смирении, скротостью, вот и все, прими это, что Бог есть любовь и ты, образ и подобие, что Бог есть смирение и кроты, что Бог есть жизнь вечная, что Бог есть свобода, покайся и живи, соответственно, твори дела, достойные покаяния, и в любом случае мы дадим все отчет за свою жизнь, вот и все, вот, а в этот раз мы будем потихонечку идти, идти, идти по Новому Завету, в любом случае, и уж там вот именно можно и высказаться, да, понятно, тебя что-то гложет, кто-то тебе что-то случилось, вот, но всегда это можно сделать в проповеди, в любой, в любой выложиться можно, ибо жизнь наша это слово, которое в нас живо и действенное, если мы его воплощаем, потому что оно действует в нашей крови, в которой есть деятельная жизнь, ну, вот так вот, хотел вам сказать, ну, вроде все, вот такой мы формат Пай 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 будем делать, да, потому что это так может до бесконечности, я порой даже думаю, что, ой, опять буду выдавливать, или что-то я говорю, что у меня просто на сердце, оно кому надо, ну, надо там скажу, что у меня на сердце, надо обязательно, конечно, читать Новый Завет, Библию целиком, вот, и поэтому вот эти три формата я сейчас начну, оно даже самого исцеляет, знаете, что-то плохо там, да, лучше слово почитать, вот им не уклоняться, знаете, там, в какие-то распри с кем-то, с каким-нибудь блогером, или с тем, кто тебя поносчиком, троллем каким-то, через монитор там с ним выяснять отношения, это все недостойно на самом деле жизни, да, малыш мой, очень никакой, ну, щенок, щенок мой, вот, и почитал, да, и все, и поэтому ты сам успокаиваешься, да, кажется, там плохо, обидели тебя, да, ну, вон вышел, и все, а тем более сейчас, какая красота, сезон отсидели зимний, холодный, теперь можно и отдохнуть летом, да, какой у нас огородик, поэтому вот такие вот форматы, на лайве, да, что-то из моей жизни, вопросы-ответы, и, ну, да, и все, по сути-то, ну, и, ну, три, вопросы-ответы, моя жизнь, и свободные какие-то проповеди, вот, что на сердце лежит, на христолюбии, ветхий завет последовательно, Псалтырь и Новый Завет опять все, все сначала, с Марка до книги Откровения, но уже более мелкими шажочками, ну, а на беседах, кто желает, пожалуйста, я всегда рад уделять время, человек для меня важнее всего, поэтому даже если у меня предстоит запись, я всегда, конечно же, приоритет отдаю записи с человеком, если кто-то желает писаться, ну, или просто что-то рассказать, поделиться, засвидетельствовать о какой-нибудь славе Божьей в его жизни, о промысле Божьем, о чудесах Божьих, может быть, кто-то почитать хочет, кто-то поговорить, кто-то хочет публично просто, да, задать какие-то вопросы, чтобы сразу разобраться, ну, чтобы не только для себя, я всегда открыт, пожалуйста, я говорю, постараюсь все сделать на улице, может быть, там получится у меня либо по вай-фаю, либо шнурочек брошу, чтобы я даже, может быть, беседы где-то на улице проводил, все-таки повеселее, я говорю, уж небось устали от этой головы там говорящей, тут хоть, о, целый возраст, вон у нас закат уже, видно там солнышко, вот такое, уже хорошо, тепло. Ну, все, напоминаю вам, чтобы даже мое открытое сердце не было тщетным в ролике, напоминаю вам заповедь Иисуса, которая одна единственная, любить, любить друг друга всех, и любящих, и равнодушных, и врагов, делом, словом, молиться за них обязательно, ну, главное, благотворить и благословлять все, я всех нежно целую, крепко обнимаю, прощаюсь, до следующего ролика, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok